всех приветствую на своем канале это будет наверное тройное такое видео чтобы не записывать под каждый вариант так сказать подарок подарок сезона частично заказ сезона да и покупку я сегодня еще в магазине была так сказать по-разному по три части отдельных видео я решила все это все вместе что у меня тут цветочки стоят я потом их отдельно поближе покажу чем вернулась я из гостей у нас принято что сколько я себя помню мы там это один день два дня два захода отмечаем всегда раньше когда мелкие были как-то это компоновалось допустим дети за маленьким столом сидят взрослые там где-то за больших когда детьми в том это получалось что допустим даже сейчас вот у нас такая традиция поддерживается потому что допустим моего племянника сначала мы собираемся с семьей а потом другой день или возможно в этот же день они вот эти дети отмечают где-то там свои детячие компании детской компании где-то один в общем вернулась я из гостей от моей в общем моей подруги марки подруги мы с ее дочкой тоже очень хорошо дружим короче говоря то что на мне это плачка это часть подарков то что это вот тут цветы такие мои любимые хризантемы тут жёлтые хризантемы я вообще очень люблю хризантемы в общем пока на моем канале под последним моим крайним видео бурлят говном ассы я решила записать видео чтобы потом когда она будет обрабатываться почитать уже на мыль потому что что-то у меня там запредельное количество комментариев я вернулась в общем как-то домой в общем я сначала зашла на вазон у нас очень неудобно работает доставка ну смысле вот сама эта база выдачи с 3 до пол шестого по будням и допустим вот мне надо было в шести часов гости то мне надо было как-то доехать так чтобы немножко другой район хотя и рядом дойти как-то это как-то так в общем около пяти-десяти пять я явилась туда сейчас бы только не чихнуть я сегодня как-то усиленно ночь провела под двумя одеялами и теплых очень носках я надеялась что ну про крайней мере она у меня не развилась в дикую простуду короче зашла я сначала в основе на сначала заказ и оботрю пришло такой коробочке коробочку оставила конечно лены я от него пьер выперлась тремя пакетами еще вот этот пакетик был сверху чтобы но не тревожить цветочки в общем был там такой этот блок что я заказала да и в общем вот этот вот каталог был но так как она планировать доставиться по их обещанию вообще 13 февраля за день до дня рождения то возможно он тогда бы был актуален сейчас конечно это уже нет то есть 14 февраля 23 февраля и 8 марта озон все что можно подарить озон руб выбирайте ну блин там посмотрел там не на все есть цены там есть штрих-код этот понимаем можно с телефона если у вас приложение на телефоне на вашем смартфоне есть озоновская так отсканировать ну и потом уже пробить что здесь не на все есть цены ей вот даже сейчас я открыла вам тут скан есть а цены не указано хотя в основном практически везде и сканы цена и прочее я думаю что особо много ему уделять внимание не стоит но если вы заказывали что-нибудь на озоне то возможно он приходил а если не приходила в принципе особо макулатура ну как бы это тут даже страничка и для заметок такие обложка вот еще страничка так называются на заметок думаю особо такого что-то интересного тут нету ну в общем если хотите просто то же самое что на сайте там полистаете если вам интересно на озоне не первый год заказу как с 2012 года первый раз заказ стал делать доказать 2011 тоже не помню меня даже когда-то одно время был какой-то серебряный статус года 2 лет назад все заказывала себе потом заказывал через меня заказала женька ну и в общем вот раз оно пришло вот таких вот пакетиков пакетики вообще не поверите они запаяны что-то видимо не протекло не вылилось никуда у меня было 300 как я говорила в каком-то видео 300 в общем подарочных рублей которые можно оплатить одну четвертую заказом то бишь на 1200 если делаешь 300 платишь все было 300 чем-то 360 что ли что такое спасибо от сбербанка я ими чаще всего и пользую в основном я их использую но но время еще платила там кому-то кидала из друзей на мтс у кого тогда был в общем я ими оплачиваю тоже какую-то часть покупок на озоне ну и весь заказ у меня обошелся бумажечка вместе с доставкой доставка на базу выдачи в обеще стоит 99 рублей в общем 664 рубля я оплатила бонусами и теми и другими и 649 или 4 рубля 34 копейки оплатила вы сама только бы не чихнуть ну соответственно самый дорогой шампунь у меня вышел по скидке по 20 рублей за штоку точнее по 10 рублей во все все вместе получается в общем 20 рублей 36 копеек на гринмаме вышла конечно там что-то дороже чем на гринмаме что-то дешевле но так как у меня были бонусы еще там всякие какие-то скидки у них акции я решила что в принципе лучше заказать на озоне чем на гринмаме где непонятно как доставка стала хотя последний заказ до того как сайт гринмамы стал новым другим уже третьим за мою жизнь с собой общение с гринмамой там раньше была доставка ну только-только начиналась доставка на базу выдачи озона в уличе сейчас там как-то непонятно доставка вообще какая-то запредельная эти бонусы скидки плюс еще от гринмамы в этот раз на день рождения долл вернул таким покупателям типа меня который больше 5 лет заниматься до ничего не поставим не ждал так все таки я потянула руку за бумажной салфеткой потому что мне кажется что или я чихну или я сейчас высморкаюсь если вас продолжает то что я как бы простуженная то знаете вы тоже иногда болеете мир не идеально как сказал наш этот преподаватель товарищ а в общем вот этот пакетик он у меня еще не разорванная я просто разобрала чисто гляну что там хоть я и зала все заказывают в общем я конечно смотрелось видео и настя зарядка и настя лукьяна и вообще ну всех вот кто там это и аленки хоть аленка и ругала их это не с ней тогда писала в личку контактный скалом нет особо не понравилось organic kitchen маленькие баночки и крем для лица мне настя лукьяна одарила но у меня пока стоит запасе как потому что у меня еще пользуюсь от насти зарядкой из поменяшки чистой линии чем я заказала себе пару маленьких баночек organic kitchen что-то они там по 69 рублей быть что такое и кстати немножко сбегаю вперед если кто-нибудь меня смотрит я знаю что один человек точно меня смотрит ну если вдруг увидите это видео то у нас в атаке стали продавать это вообще мне машка сказала моя подружка как раз там один рождения поэтому специально пошла вот так у нас в атаке стали продавать green маму сегодня видела она говорила только шампунь березка этот для нормальных волос но я сегодня и шампунь березка это именно для нормальных волос 256 рублей чем-то это конечно дороже чем на сайте рублей где-то но может напишет на по-моему 219 или 218 он стоит на сайте green мамы ну и вот этот большой пузырек 400 миллилитров и еще спрей для восстановления волос или укрепления что-то такое с клюкой кажется он тоже что-то в районе 250 рублей но в общем в одном районе это вот где если вдруг все-таки заинтересовало я человек увидит ли там вы про это будете это там где в атаке у нас стоит бумага туалетная такая дешевая не совсем дешевая там еще другой стороны что-то для сада огорода и вот так торцом у них все-таки я чекну ой блин извиняюсь даже сказать будьте здоровы надеюсь мне кто-нибудь в комментариях расскажет в общем там вот так вот как он стоит новый такой прилавок с одной стороны что-то там для садоводства и сбоку также вот напротив туалетной бумаги тоже что такое непонятно а с этой стороны вот так вот если отказ стоять перпендикулярно красном как раз вот стендик новый то много всякого такого там даже есть органик шоу какие-то вещи ну там я видела только жидкое мыло основном но там очень очень много всего ну и в общем и конечно забегая вперед но я кое-что там потом брала и вот потом уже перпендикулярно и параллельно красном получается там как раз и с этой стороны шампунь, а с этой стороны укрепляющий тоник от Брин Мамы для волос. В общем, я слегка забегаю вперед. Ну, я посмотрела по ценам, ну, там где-то вот примерно так же. Вот что-то там по 66 рублей, что-то по 69. Примерно, как на Азоне я покупала, где-то дороже, ну, там на 2-3 рубля плюс-минус. В общем, это у нас Organic Kitchen, горячая новость, смазка, объем для волосок. Органический и бразильский, кофе и коричная палочка. Только печеные натуральные консерванты. Вот Organic Shock. Так, ну, тут, соответственно, всего лишь, ну, после вскрытия живет 6 месяцев. Сделано в декабре прошлого года и до декабря 2018 года. Тык-тык-тык. Ну, это, насколько я поняла, тут где-то, а, да, 100 миллилитров. В общем, я просто почитала отзывы на Азоне, я уж не помню, что я так решила. Просто посмотрела, что хочу. Что хочу, не знаю, что знаю, не хочу. И просто уже, чтобы добить заказ как-то, я вот выбирала там то, что мне понравилось, и то, что мне понравилось, чисто вот по отзывам. Ну, посмотрю, как оно будет на мне, и потом, соответственно, о пустых баночках расскажу. В общем, вот это вот горячая новость от Organic Kitchen. Маска объем для волос. Такая вот, темненькая. Я ее скрывать пока не буду, потому что у меня, в принципе, конечно, у меня вроде сейчас пока нету, все закончились эти маски, но я хочу немножко другую вещь попробовать. В общем, коса до пояса тоже Organic Kitchen. Поврежденные волосы. Они у меня, конечно, фу-фу, тук-тук, не поврежденные, но все же густой восстановлющий шампунь. Морские минералы, органические возрасти, ламинарий. Возможно, я даже его попробую. Ну, тоже 6 месяцев после вскрытия. Сделан в ноябре прошлого года и до ноября 2018 года. Вообще, эти баночки, хрен знает как вскрывать. Я сейчас не буду рисковать. Я их потом лучше вскрою, если что, покажу вам в пустых баночках, или если хотите, сделаю отдельный обзор. В общем, купила тоже еще тут маска Apotex. Маска для волос. Она что-то 57 рублей, что ли, стоила. Ну, мне по скидке потом уже вышла с учетом бонусов намного дешевле, конечно. С экстрактом красного перца и корица. Я помню, мне как-то девчонки дарили еще из моей прошлой компании девчонок, девчачий. И спецпрайс, это была маска какая-то с красным перцем. Ну, в общем, она мне очень понравилась, там что-то русское поле, что-то такое. И я решила, что раз уже была такая с красным перцем, то надо попробовать еще тут корица. Ну, просто интересно вообще сам эффект, все будет, я понимаю, что это будет сжечь. Ну, потом, естественно, тоже пустые баночки расскажу. Вот, кажется, ее я хотела сначала заються в первую очередь. Тут 250 миллилитров. Изготовленная она недавно совсем. 9 января сего года. На срок годности 3 года. Так, маска для волос. Все там красного перца и корица. Арпатекс. Для ускорения, роста волос. После того, как меня вот назад хорошо подстригли, именно так, как я хотела, стрижку выбирала по каталогу там стрижек, правда, с 2014 года, насколько я помню, после Женькиного рукоприкладства. И у меня очень долго не росли год волосы. В общем, надеюсь, они как-то побыстрее будут тебе расти. Так, не перепутать, ничего я заказала, что я покупала. В общем, это у нас пакетик. Пакетик. Да, кстати, этот пакетик озоновский, он выдается. Ну, чаще всего не предлагают. Сегодня по умолчанию просто положили в коробочке. Коробочка у меня на 4 с лишним килограмма вышла. Вот, песок у нас в муличах в основном религия запретила. Так же, как и те, кто чистит дороги, чтобы они были ровные и можно было безболезненно по ним ходить. Выбирайте, как жить. Озон. Выбирайте. Да. Выбирайте, как жить. Видимо, выбирайте озон. Вот такой пакетик. Этот эко-пакет. Бесследно исчезнет максимум за 5 лет. Ну, надеюсь, что так. Так. Потом еще вот я доказала. Это вообще я не видела. Ну, я мало кого смотрю на ютубе, поэтому, может, и не видела. И я чисто вот, что-то мне там попалось. Вот типа, посмотрите, а этот, ну, как рекомендациях, да, вот то, что вы смотрели, подобное. Я купила одной и той же фирмы. Вообще первый раз увидела. Это миссис, наверное. Я все время забываю, как это сокращение. Да, это миссис. Миссис Грин. Тонизирующий крем-гель для душа. Свежесть и энергия. Без парабенов и силиконов. На отваре из 10 трав. Грейпфрут. Лимон. Витамин Е. Нежно очищает кожу. Заряжает бодростью и энергией. 100 мл подарок. 80% натуральный компонент. Вот такое вот. Тут 400 мл. После вскрытия 6 месяцев оно живет. Сделано оно в октябре 2016 года. И вообще в закрытом виде живет 24 месяца. Слушайте, очень вкусно пахнет. Вот именно вот этим и грейпфрутом, и лимоном. Вот чем-то таким очень, ну цитрусом. Вот есть, знаете, такой ближе к мандаринам, апельсинам. А тут именно грейпфрут и лимон. В общем, я, конечно, пользуюсь с удовольствием. Потому что я его убирала. И потом, конечно же, вам расскажу пустую баночку. Так, стоять и не падать. Потом. Ой, не падай. То же самое вот 80%, без параденов, бла-бла-бла, на отваре 10 трав, на репейном и грейпфовых маслах, витамина А и Е. Те же самые 100 мл в подарок. Видимо, до этого было 300 мл. Шаргоне уход, укрепление, сила, блеск и объем для всех типов волос. Тут там грейпфа нарисована. Да, и он тоже сделал в октябре прошлого года. Я не помню, как пахнет облепиха, хотя она у меня есть. Ну, как-то, в общем, так, приятненько. Наверное, так и пахнет. И еще к нему был бальзам. Вообще, на озоне там было, по-моему, вот еще какое-то жидкое мыло. Вот так или другой какой-то гель был. Ну, в общем, только 4 продукта этой фирмы было. По крайней мере, в наличии. Это бальзам, маска, укрепление, сила, блеск и объем для всех типов волос. Ну, и тоже вот на репейном и облепиховом маслах витамина А и Е. Термозащита. Значок, кстати, на шампуне есть такая. А на шампуне нет. Ну, видимо, после шампуня его нанесешь, и будет вас термозащищать. В общем, тоже приятно так пахнет. Нейтрально. Ну, я попробую. Я думаю, может, даже попробую что-то вот одно там пару дней. И поюзаюсь в что-то другое. Но пока поставим. Так, и последний мешочек у нас. Тут у нас гринмама. И тоже еще эти шампуньки. И гринмама я заказала, как вы уже поняли, два шампуня. Розапас. Я очень люблю этот гринмамовский шампунь. Формула тайги. Шампунь. Он вообще шампунь на церковь произоцинируется. И для роста волос. Лесная вишня и репейник. Ну, у меня перхоти давно уже. Фу-фу, опять тук-тук. Нету. Сила целебных растений. Ну, в 400 миллилитрах я уже его рекламировала много раз. И в баночках и так. В общем, он сделан у нас в мае 2016 года. И до июня 2018 года. Четыре месяца после вскрытия. Но на самом деле, как они раньше писали, допустим, после вскрытия и вообще вот этот срок годности, он у них дается с запасом. Допустим, если он не изменил там запах, консистенцию или еще что-то, то он вполне и после четырех месяцев вскрытия живет. Ну, и пять, и шесть, и полгода. И больше. И также вот как-то у меня просто в деревне стал такой шампунь. Я приехал, короче, на следующее лето он уже, соответственно, срок у него слегка прошел. Но он ничего такого не изменил. Очень вкусно пахнет. Я надеюсь, что это все-таки вишня, потому что как-то я еду особо не всегда нюхаю. Но это тоже так же в мае сделанный, 16-го года. Ну, дарима-мару. В общем, вот такой вот он мне очень нравится, если вылили фанат вишни или просто... Хоть это и сейчас ругается, что-то не совсем экологичное, космическое, в смысле это химическое и тому подобное. Ну, допустим, состав. Конечно, состав слегка изменился. Тут уже год, 2012-го года, а не 2005-го или какого-то, как раньше был. Но все равно он очень хорошо промывает. Ну, мне он, по крайней мере, нравится. Тут самое... Не сказать, что в начале, тут скорее в середине. Тракты корня лопуха, календула, дикой вишни, череды, аира, матимачики, лантаин растительного происхождения. Потом что-то непроизносимое, еще что-то непроизносимое, тоже растительного происхождения. Лимонная кислота, парфюменная композиция, раньше ее не замечала там. Ну, короче, большая часть натуральных компонентов, она даже не то, чтобы в середине, но может 3 пятых. Вот там 1-2 идет, и вот с третьей строчки оно получается. В общем, мне он нравится, по крайней мере. Ну, в общем, я вам, конечно же, его советую. У меня будильник, чтобы я знала, что не проговорить, когда камера заглохнет. У меня еще где-то минут 10 есть, там, не ковурок. Видео будет, видимо, длинным. В общем, вот это последние две вещи. Это бальзам для волос, укрепление «Голубая лагуна». Я почитала там отзывы, это «Organic Shop». Он тут пол-литра, и мне вообще тупо надо было изначально бальзам для волос, а потом я уже просто что-то так подзакупила все остальное. Для волос укрепления. Экстракт водорослей кого-то тут, заклеенное этим озоном. Так, бурые водоросли, экстракт с жемчугом. Ну, в общем, я открывать его сейчас не буду, но попробую. Может быть, даже сначала его попробую, чем те, которые там, маленькие баночки стоять. Не падают. Хотя, наверное, на вторую часть видео я уже это подуберу тут частично, чтобы у меня можно было куда-то поставить, и не было такого «застолья», так сказать, в кавычках. А это у нас натуральный эко-шампунь, укрепление «Голубая лагуна». Ну, как бы такой пары вот. Они оба по 500 миллилитров, и я решила просто попробовать. Там очень хорошие отзывы на них были. И почему бы и нет. Вот здесь у меня зон отобрался. Так, ну, после вскрытия живу 12 месяцев. Так, тут тоже экстракт жемчуга и бурые водоросли. Так, так, так. Все углодняют структуру, укрепляют корни волос. Предупрещая их выпадение. Не то, чтобы я линяю, но все же. Весна там, так сказать, все эти, как там, авитаминовы, типа того. В общем, бокал у меня еще есть немножко времени. Я постараюсь рассказать о своей покупке из Атака. Это вот, как раз там, в основном я все выбрала, вот, именно с той пол, с того стендика, с того прилавочка, который новый у них появился. Я не знаю, или я читала в интернете, или я кого-то слышала у вас на YouTube. Новосфит, новосфит, точнее. В общем, фирма, бальзам для рук, двойная концентрация масел, шеи макодамия для сухой, потрескавшейся коры, способствует заживлению микротрещин. Надо было мне взять, конечно, с собой чек. Но я помню, что у меня все это на 600 чем-то вышло. Это у меня еще немножко еды было. Мне и коту. 100 мл, я его еще не открывала, потому что, смотрите, 12 месяцев. Сейчас как раз открою. Он не зафольгирован. Ну, в принципе, это понятно по такой крючке, потому что, хотя нет, она откручивается. Сейчас узнаем, был ли он до этого когда-нибудь. Не, а он видно, что в ряции был зафольгирован. В общем, как бы в Гринвале сказали, я первооткрыватель его. Пахнет таким, ну, знаете, вот белорусский есть такой крем с кокосиком, с кокосовым маслом. Я его дожкой когда-то, сто лет назад, пустые баночки обозревала. Вот чем-то таким вот. Он, вот этот вот густоватый. Не сказать, что он липкий, он не липкий. Но вот когда, как-то, кажется, что вот этой маленькой фигнюшки маловато, и хочется еще что-то нанести, вот, наверное, в смысле еще больше выдавить. Поэтому еще чуть-чуть выдавлю. Так-то закрыла его. Потому что где-то он увлажнил, а где-то не хватило. Ну, посмотрю, как он в деле будет. Ну, в смысле экономичный, не экономичный. У меня, конечно, сейчас есть кремон за руку еще. Но все же я что-то увидела так. Думаю, если понравится, то можно потом будет брать на подарки, допустим. Да, и вообще там такой выбор получился, что там 8 марта впереди у меня, там сестры имеются, и не только сестры. Вот такой нейтральный, короче, запах. Народные промыслы, ООО, в Москве сделано. И сделано у нас, фигнардилом сделано, а годилом, короче, до ноября 2018 года. Подходит для частого применения. Только сейчас увидела. В общем, я очень рада, что он подходит для частного применения. В общем, это я купила своему дяде на 23 февраля. Что-то подобное я ему уже покупала вроде на Новгород или День Жени, не помню. Викинг. Гель для душа. Флеш освежающий. Я не буду его вскрывать. Я думаю, вы понимаете, почему я его не буду вскрывать. Потому что он все-таки в подарок идет. В общем, извиняюсь. Внезапно там вот эта шоколадка была, 128 рублей с копейками. У нас везде вот той же пятерки, она там что-то не 160 или 170. Я что-то такую видела. Мне как-то такую кто-то дарил, как-то я не помню, или посылал посылки, или что-то это вроде. Юлька мне как-то такую посылала, потом на дня мне как-то приносила за какую-то мелкошабашку или типа того. В общем, тут у нас Alpengold, хватит на всех, Max Fun, 160 грамм, взрывная карамель, мармелад, печенье. Вчера я тоже, кстати, шоколадку покупала с печеньками. Но печеньки уже слопаны, бумажки тоже от них не осталось, а кокосовое печенье. И шоколадка, этот KitKat, 94 грамма, такой вот полосочкой на двоих. Можно разделить их в темном шоколаде. Там где-то на глубине сибирских русских, в смысле, в комнате. Ну, естественно, 160 грамм, наверное, до 19 сентября этого года. В общем, вот. В общем, я, так сказать, не жала тут частично застолье моё, за баррикаду мою. И взяла эту шоколадку, про которую говорила недавно. Вот это она. Она была по скидке в пятёрке у нас солнечном. Мы что-то на 49-6 рублей, сори, чуть-чуть того. Но я так подумала, почему бы и нет. К тому же наш японец в своё время, когда я за него редактировала какую-то очередную главу предзащения. Я говорю, что он лопает как раз Кит Кат. Правда, я подозреваю, в Японии там больше выбора, чем у нас в России. Но всё же Кит Кат. Тёмный шоколад с хрустящей вафли. Я вообще люблю вафли в шоколаде. Ну, если вы тоже любите вафли в шоколаде, то идите в пятёрку за ней. Так, и в общем, продолжаю свои эти покупки обозревать. Я купила у меня кот. Конечно, сейчас будут, наверное, плеваться эти все любители в кавычках животных. Ну, возможно, и не любители, но, возможно, и без кавычек. В общем, кот у меня, кстати, он ест всё практически. Практически как хозяйка. Я тут сегодня гуляла как раз. Думала, что он у меня, как говорится, что собака похожа на хозяина. Тут, наверное, тоже похожа на хозяина. Но так как у него до меня, до его трёх с половиной месяцев были другие хозяева, которые способствовали его беганию везде, где только можно. Я считаю, что он воплощение двух хозяев. В общем, ему очень понравился из тех трёх кормов. Я не помню, что-то у меня была курица, наверное. Рыба и коровядина. Говядина. И, в общем, говядина ему очень понравилась. Рыбный корм не особо он ест. И, в общем, я ему сегодня все дела на всякий... Ну, так, запас. Он уже там 35 копейками стоит. Подорожал, сволочь такая. Опять этот же Атаковский, Ашановский каждый день. Корм сухой для кошек. С говядиной. 400 грамм. Это ему про запас. Там у нас ещё не полный пакет рыбного есть. И, значит, из вчера куриный. Там всё, у меня сегодня лопал мяч со мной. Ну, не, не из одной тарелки. Я не настолько это люблю животных, чтобы с ними из одной тарелки лопать. А в эту кашку, если делала... У меня был не но из жмых, и не на из 17. Очень так это вкусненько, осыпненько, хорошо для желудочка. И по виду она такая шоколадненькая, кажется. Ну, и мёд у меня там был наш. В общем, ещё я купила себе некую такую штуку. Надо было всё-таки, наверное, чеклить и сказать вам, что сколько стоит. Ну, и, наверное, я думаю, на сайте Атака Ашана есть, наверное, что там можно посмотреть, что как стоит. Сибирская купель, натуралист, комплекс для принятия ванн-антистресс, Сибирск и эльхиенацея. Ну, вот тут такая девушка нарисована в пенке. Ну, и способ применения наполняю ванну тёплой водой, вылейте средства под трубой воды, примите ванну, для наилучшего эффекта рекомендуется принимать ванну курсом 10-11 ван, не менее двух раз в неделю. Бла-бла-бла, ну, там, чтобы в глаза не попало, промойте их водой, давайте детям, чтобы они это слопали. Так, наш вверх. Сделано оно у нас, или что оно тут? А, месяц, год, это годен до января 2019 года. Тут у нас эхиноцем, минералы мертвого моря, розовое масло, горное мято и чебрец. Ну, это основное. Ну, конечно, там химия, наверное, сверх дофига, но вот то, что тут написано, тут, в общем, так. Но тут самая конкретная такая химия ближе к концу идёт, судя по всему. Вот такая вот штучка. Не знаю, сегодня принятие, или завтра, потому что вчера вроде как в ванной лежала, кстати, вот та пена, которую мне подарила Дашка, та розовая такая, она вот действительно очень экономичная, там два вот этих колпачка, и вот, допустим, эйвановская пена или фрошевская, но всё равно вот так вот, пока набираешь, туда-сюда входишь и лежишь, в ней пена куда-то девается. Тут пена вообще такая стоит мягкая, запах ненавязчивый. Уход всегда любит сидеть рядом так, или пытаться в ванну залезть, пока я там принимаю ванну, так на него подуешь. В общем, вот. Так, ещё я понимаю, что, конечно, что я могла бы это сама сделать, что я обленилась, а кто-то у меня просил это записать на видео, или что-то типа того. Но что-то у меня тогда прошёл как раз пик этой популярности лично для меня, этих шипучей соли. Но я как-нибудь сделала, у меня всё, что за шипучей соли, у меня, в принципе, есть все эти основные запчасти. А тут я увидела, что-то вообще такие дешёвые, 44 с чем-то, что ли. Вот этот вот шарик, два одинаковых, ну, там я взяла себе два. Это у нас L Cosmetics, ежедневный уход, бурляющий шарик для ванны, молочный шоколад, ну, две штуки. Производитель натуркосметикс, Россия, Санкт-Петербург, проспект Уначарского, у нас есть улица Уначарского, 130 грамм. Сделал он 28 января 2017 года. Мне сегодня, наверное, рвану не полезу, у меня завтра ещё репетиция, мне бы она как-то вовремя улегся спать. В общем, состав у нас тут сухое молоко, морская соль, глицерин, экстракт цветов ванили, масло молотых зёрен, плодов шоколадного дерева, молотые зёрна плодов шоколадного дерева и соль, битол. В общем, посмотрим, как он. Если, ну, вообще, мне кажется, вот эти все шарики сильно химические, не очень химические, они, в принципе, прикольные. Мне нравится самый эффект, когда он бурлит, вот так вот, в потушке такие же пузырьки. Вот тут видно, что это, в принципе, две половинки, по идее, это. В общем, два таких шарика, они дорого и прикольные, и выглядят, как вы говорите, смотрится дорого. Или смотрится богато, я не помню, как у вас там говорится. Кстати, оба двадцать восьмого сделаны. В общем, два тут таких шарика у меня. Так, что у меня тут? Два последних предмета из этой покупки. Это вот эта соль. Вообще, первый раз увидел, но давно не видела вообще, очень давно покупала в чёрном коте. Мне очень нравились раньше такие шарики битком напитые, ну, такие вот. Это у нас, Клюха мне как-то присылала в магазине, где я раньше заказывала первенадцатый раз, именно там заказывала Юки-Со, эту основу мыльную, там были шарики, такие вот, мы тогда не были вне доступа. А потом что-то отделала, что-то я опять ногу задела пальцами, пальцы у меня на ноге, вообще, как у обезьянки, можно достать с полу какой-нибудь платочек или ручечку. Опять задела табуретку по столу, на которой кот в это. Но всегда, какие кошки у нас были, всегда на этой табуретке любили сидеть. Или не на этой, но именно в этом месте по столу. В общем, мне Клюха как-то присылала это Organic Mint, ну, не такая похожая соль, Organic Shop, Organic Mint и чего-то там. А, и жемчуг. Да, соль давана, органический экстракт нато, и жемчуг 250 мл. В общем, вот такая вот, сделана она в январе сего года, и до января 2020 года. И объем 250 мл, и после вскрытия 6 месяцев. Конечно же, вообще я люблю соль и органический экстракт. Я не знала, что они у нас будут продаваться. Слушайте, действительно пахнет, очень так пахнет, конкретно такой вот мятой, перечной. Такой мятой, у меня такая мята заваривается практически каждый день, и вот сейчас она в чайнике сзади фотика стоит. Как раз. И, в общем, ну, в общем, я ее буду пользоваться вообще. Верну такую, как-нибудь приму с ней ванну. Так. Ну, это вам я куда-то делась. Ну, короче, если вы любите вот эти ванны, там все вот такие фигни для ванны, то я вам такую соль советую. И вот именно вот эти соли, там сахар давай мне флюха как-то подарила, органик, чтобы они мне очень нравятся. В общем, и тут, вообще я очень давно, не знаю, с осени, наверное, хотела чисто вот селедки под нормальным маслом. Как-то покупала, там масло какое-то рапсовое было, еще какое-то, ну, не то. Вот как вот селедка, соленая селедка, ну, в смысле селедка вот с этим маслом, как он подсолнечный, да. И тут я совершенно случайно увидела, так это, кнулась на полку, взгляд упал, смотрю, селедка. 52, что ли, рубля, что-то такое было. И думаю, что за селедка. Ну, гляну, так от безысходности, думаю, стопа нового какая-нибудь не та. И тут она оказалась там. Это опять же этот каждый день. Сельдь филе кусочки масли с укропом. Сделана она 5 февраля. Срок годности у нее 4 месяца дата изготовления. В общем, это у нас пресервы рыбные, сельдь атлантические филе кусочки матье в масле с укропом. Сельдь масло подсолнечное, рафинированное, дезодорированное. Соль, сахар, укроп сушеный и консерванты Е211 и 202. Хрен с ними с консервантами. Главное, что оно с подсолнечным маслом. У меня, правда, хлебушком черным сожрал. короче говоря, я ее купила. Надеюсь, завтра ее похавлю. Ну, все вот, да. Такс, и перехожу уже непосредственно в подарок. Ну, платье, понимаете, на мне. Не думаю, что можно уставать, но у него такое домашнее платье, как мне было сказано, в деревню ходить или по городу шастать. Ну, можно так вот, пока тепло выходить. Или, сейчас, конечно, не тепло, не видите, но по дому можно шастать. Было все в таком красивом пакетике. цитрусы и всякие такие фруктики. Вообще, я вот. Как бы сказала Аленка, это такое оранжевое под настроение, да, когда тепло, холодно и хочется тепла или что-то в этом роде. Носочки, у меня с носочками вообще на флях. С носочками я всегда рад. 36-й, 42-й равны, у меня 35-й, ну, в принципе, это оранжевое. Хлопок 85-й, спандекс 10 и PA 5. Потом соль для ванн. Вообще, я люблю вот в таких коробочках. А я вообще люблю соль для ванн. Я в таких коробочках, в баночках. Мне очень тоже нравится. Это у нас березовые почки соль для ванн. Элегант. Сделано в Раске. 680 грамм. Теперь у меня соль для ванн завались. Ну и самое вот это вот. Сейчас я постараюсь это как-то. Тут вообще нотки такие на этой, на упаковочке. Какая-то такая красивая печать. И сами эти веточки хризантемы. Очень-очень много тут этих цветочков. Не знаю, вот так вот видно будет или нет. Вообще, нежненькие такие. Обожаю хризантемы. Вообще, желтые первый раз вижу. Ну, у нас, конечно, соль бывает там желтые, но не такие. В общем, очень-очень я рада и подарку, и покупкам своим и прочему. Я время не заметила, не знаю, сколько я тут говорю, но я надеюсь, что у меня все-таки в это все влезет. И, в общем, я, как бы, так сказать, там, а, вот что я поняла, я сегодня еще поняла, еще с Юрикой мы это обсуждали. Если, я заметила, самая лучшая реклама для видео, то сказать, два раза повторить видео, не смотрите, в разных видео повторить, не смотрите следующее видео, не смотрите следующее видео, не смотрите следующее видео, и тогда его будут смотреть и те, кому она адресована, и те, кто вообще как-то не связан с этим видео вообще очень прикольно вышла ну и с тем вот сам где там прыгают я правда ждала мы еще с юркой поспорили она сказала никто не отпишется ну там плюс минус 5 человек у меня стабильно каждый день так это отписываются то подписываются то отписываются но я ждала как-то это что отвалится как минимум 100 человек ну нет я правда ждала что отвалится как минимум тысячи полторы людей но видимо на меня подписана еще и часть малахистов ну да благословит и храла в всем спасибо за просмотр до новых встреч пока